Всем привет! Это перевод записей похождений SCP-507 между мирами. Ссылка на сам объект есть в описании. Возвращение. Субъект найден в 17 километрах от зоны, едущем на транспортном средстве, похожем на велосипед. Субъект очнулся в пшеничном поле и быстро обнаружил, что он переместился в поле, находящееся рядом с фермерским домом и амбаром. Субъект направился к дому, чтобы попытаться найти признаки жизни. Он был встречен пожилым человеком европеоидной расы и его семьей. Мужчина был способен общаться с субъектом, используя книгу, которая, как выяснил субъект, была испано-английским словарем. Субъект рассказал историю прикрытия о том, что у него частичная амнезия, и выяснил, что он оказался в стране, которая восстала против Испанской империи. Империи, которая контролирует большую часть Западной Европы и почти всю Северную и Южную Америку с 1763 года. Субъекта отвезли в ближайший город и дали немного денег. Он провел остаток времени своего смещения в городской библиотеке, используя продвинутые компьютерные системы, в которых была возможность выбирать английский язык. Субъекту удалось найти транспорт, похожий на велосипед в мусорном баке. Возвращение в наш мир произошло во время поездки на нем. Извлеченные предметы. Одно устройство, похожее на велосипед, но с тремя колесами в ряд, с сидением со спинкой и сломанными тормозами. Несколько купюр, напечатанных фиолетовыми чернилами, с изображенными неизвестными людьми и разными фразами на испанском. Возвращение. Субъект появился в крылья зоны в кричащий и раскачивающийся на стуле. Субъект появился в родильном отделении большой больницы. Он был обнаружен сущностью, одетый как медсестра, которая следила за детьми. SCP-507 не смог описать внешний вид медсестры, потому что он начинал кричать каждый раз, когда пытался. Субъект подтвердил предположение, что заявленное существо было как бы нарисованным, но представляло собой оно массу ломаных линий. Это существо заговорило с субъектом приятным голосом, сообщая, что он расстраивает других пациентов своей странной внешностью и что пора начать операцию. Затем медсестра набросилась на субъекта и завернула его в ровное полотно, прежде чем повезти в операционную. Когда это полотно было убрано, субъект спрыгнул со стола и, отскочив в сторону, начал отбиваться от существ. Полученные предметы. Один стул. Похоже, это обычный офисный стул. Однако, в будущем возможно дальнейшее исследование. Запросы. Очищение памяти. Отказано. Возвращение. Осуществлено посредством устройства слежения. Субъект был найден в заброшенном доме в городе Уналашка, Аляска. Субъект был одет в военную форму с неизвестными символами, судя по всему отражающими звание. На его нагрудном кармане была вышита надпись С-класс 507. Лицо субъекта было полностью покрыто грязью. Сам он, похоже, пострадал от контузии и шока. Субъект переместился во время сна. Проснулся от звука минометной бомбардировки того бункера, в котором он находился. На тот момент он уже был лишен всего своего снаряжения. Субъект сообщил, что человек, похожий по описанию на агента, вошел в бункер и приказал субъекту одеться в форму. Агент также что-то упомянул о том, что они ожидают, что субъект переместится снова через некоторое время. Затем агент занялся тем, чтобы выдать субъекту камеру для документирования боя, прежде чем тот покинет здание. Субъект заявил, что его воспоминания размыто, но сказал, что оказался в мире, где битва Второй мировой все еще яростно кипели, что в том мире был 1961 год. Фонд РСП существует как специальный аномальный боевой отряд Соединенных Штатов Америки, САБУ США, и, похоже, используют различные аномальные сущности. Война свелась к трехсторонней схватке между Германией, Соединенными Штатами и Советским Союзом. Было сообщено, что никаких символов или обмундирования других стран замечено не было. Фотографии подтверждают это. Субъект получил сотрясение мозга и контузию, попав под минометный обстрел перед тем, как переместиться обратно. Субъект пробыл в измерении 20х0 примерно 15 дней. Примечательные найденные сущности. Несмотря на то, что 507-й не смог предоставить внятных описаний существенной части того, в чем он участвовал, камера, которую ему выдали, переместилась вместе с ним. После того, как пленка была обработана, оказалось, что на некоторых кадрах запечатлены различные SCP-объекты. Объекты, показанные на снимках или упомянутые 507-м, приведены далее. SCP-173 используется саба США. Субъект заявил, что тот был оборудован металлическим шлемом и парил над землей вне зависимости от того, сколько людей смотрел на него, ломая шеи везде, где он пролетал. Субъект также заметил, что у 173-го, похоже, отсутствовал кусок левого плеча. Можно увидеть, что на его спине есть надпись спреем КАСАБА-173, под которой надпись ХРУСЬ, также нанесенная спреем. Цвет краски спрея красный и черный соответственно. SCP-682. Сфотографированный. На картинке видно 682-го посреди боя, выброшенного из, судя по всему, сильно модифицированного танка Шерман, оборудованного достаточно большим стволом, чтобы выстрелить. SCP-682. Орудие направлено на тяжело укрепленную церковь. Непонятно, какая группировка нашла вне убежища. На самом 682-м нет каких-то различимых отметок, как и на танке, который им стреляет. SCP-2006. Данные удалены. 507-й не смог вспомнить, на какой стране воевал 2006. SCP-049. Сфотографирован. Показан внутри здания, лечащий раненых солдат. Согласно данным 507-го, 49-й был лучшим медиком во всем отряде. Если 49-й не поправит твои раны, тогда тебя можно считать безнадежным. Остается неясным, использует ли 49-й в этом мире такие же методы, как и в нашем. SCP-096. Сфотографирован. Одно размытое изображение 096-го, брутально отрывающего голову неиндифицированному солдату, скорее всего немцу. Похоже, что позвонки все еще остаются прикрепленными к основанию черепа. 096-й стоит в камере спиной. 507-й заявил, что 96-й показался посреди боя и убивал буквально всех, не обращая внимания на форму. Наиболее вероятно, что 96-й не был на содержании ни у одной из сторон. SCP-963. 507-му, по всей видимости, удалось заполучить несколько документов, из которых следует, что было не менее 4-х экземпляров SCP-963 в этом измерении. 963-1 содержит доктора Джека Брайт, который, похоже, все еще сотрудник САБА США. Документы отражают, что он находится в зоне 5. Стоит заметить, что зона 5 на самом деле существует в этом измерении. 963-2 содержит Джорджа С. Паттона-младшего. 963-3, судя по всему, содержит немецкого лидера. Содержимое 963-4 неизвестно. Полученные документы также говорят о том, что Паттон, похоже, постоянно сражается на фронтах и был убит как минимум 37 раз, а немецкий нацлидер умер или был убит в результате покушения не менее 18 раз. SCP-106. Субъект предположил, что было как минимум 3 экземпляра SCP-106 на поле боя. Субъект заявил, что один из них точно был на стороне САБА США, но он был не уверен, на чьей стороне другие, если они вообще были на чьей-либо стороне. SCP-35. Сфотографирован. Фотография показывает на расстоянии разлагающееся тело немца, носящее SCP-35. 35-й запечатлен вырывающий кишечник солдату Советского Союза. Жертва, похоже, кричит. 507-й считает, что 35-й используется немцами. SCP-3199. Не менее чем 17 особей были замечены субъектом в мощный бинокль. Экземпляры 3199 были замечены в удалено. SCP-4062. Сфотографирован. Изображение получено не 507-м. Несмотря на то, что объект не был снят 507-м, кадры уже присутствовавшие в камере показывают, что 4062 используется САБА США. Серия фотографий показывают, что экземпляры 4062 запускаются из ракетной установки неизвестной конструкции. Другая вариация была замечена в подводной лодке, которая, похоже, проходит капитальный ремонт. Еще один вариант объекта был изображен заряжаемый в SCP-44. SCP-44 сфотографированный. Изображение получено не 507-м. Серия фотографий изображает 44-й заряжаемый, 4062, затем стреляющий им и, похоже, взрыв вызванный этим. Также следует отметить, что справа и слева от орудия написано «Арт-класс 044» жирными белыми буквами. Краска заметно выветрилась. SCP-3390. Сфотографирован. Данные удалены. SCP-1850. Сфотографирован. 1850 был запечатлен пролетающим сверху. Нижняя часть шасси 1850 была изменена так, чтобы нести предметы. В сфотографированном случае это что-то похожее на бомбу М-47. На фотографии видно, что внутри есть несколько мертвых кроликов. На месте пилота 1850. 1850 раскрашен в серую цветовую схему, в которой оставлено место в хвосте для надписи «САП-класс 1850С», которое покрашено белым с черной окантовкой. SCP-802. Не подтверждено. Субъект сообщил о подслушанной радиопередаче, из которых стало известно о необитаемом танке, который ездил по пригородам Франции. Было несколько попыток разных сторон его уничтожить, однако все они не дали результата. SCP-4097. Не подтверждено. Субъект передал фонду телеграмму. Французы сообщают о потере 14 тысяч орудий, запятая. Стволы сильно повреждены, запятая. Подозрение на саботаж, запятая. Не уверен, когда будут в строю опять, запятая. Конец. Примечательные предметы. Одна видеокамера неизвестного производителя и модели. Две осколочные гранаты, похожие на модификацию гранат МК-2. Одна сильно модифицированная винтовка М1 Гарант. 12 совмещенных в блок магазинов. Один самодельный боевой нож, сделанный из неизвестного металла. Один трехстраничный документ, изданный САБа США, содержащий сведения о подтвержденных экземплярах 963 с 1 по 4. Полный список предметов смотрите в документе изъятые материалы. Запросы. Долгий горячий душ. Предоставлено. Замену утерянному оборудованию. Предоставлено. Свежая одежда. Предоставлено. И разрешение оставить винтовку. Отказано. Сейчас хранится на складе. Возвращение. Осуществлено посредством устройства слежения. Субъект появился в животе козла в контактном зоопарке недалеко от Канада. Ввиду различий в размере и неожиданности появления, козла разорвало. Во время действий по возвращению субъекта, гражданским пришлось применять амнезиаки класса А. Субъект появился в мире, который был полностью идентичен нашему. За исключением факта, что в нем полностью отсутствовала жизнь. Вся инфраструктура и другие объекты были как новые. Но субъект не нашел следов жизни. Даже насекомых. Субъект дал такое описание этой ситуации. Это как если бы кто-то вышел наперекур. Ну, типа все. Даже кошки и собаки. Субъект прожил в этом мире 64 дня, выживая на еде, что он находил в ближайших магазинах и домах. После сообщения об отсутствии гнили и плесни на еде, было предположено, что даже бактерии отсутствовали в этой реальности. Субъект сообщил, что он постоянно находил длинные следы когтей на песке. Однажды ему показалось, что он видел выпуклую форму на горизонте. Попытки исследовать происхождение формы не увенчались успехом. Запросы. Человеческая компания. Отказана в силу того, что субъект не принимал душ два месяца. Возвращение. Осуществлено посредством устройства слежения в... Субъект был незначительно облучен и страдал от легкой лучевой болезни. Субъект прошел лечение. 507-й оказался в засушливой местности, лишенной жизни. Он описал атмосферу как горячую и типа трудно нормально дышать. По прибытию он начал искать убежище от жары и прошел примерно 15 километров, прежде чем смог найти свидетельство существования цивилизации. Субъект прибыл в город, состоящий из многоэтажных жилых зданий. Те несколько построек, что составляли его, были в плачевном состоянии. В останках сооружений он обнаружил жильцов и поинтересовался своим местонахождением, заявив, что у него амнезия. Жители заявили, что ядерная война между эквивалентом НАТО этого мира и несколькими восточными странами, включая Россию, Китай, Турцию, Северную Корею и Иран, уничтожила большую часть человечества. Большая часть населенных пунктов была теперь необитаема из-за массивного радиационного заражения. Когда субъект спросил, как город и жители уцелели, ему было сообщено, что этот город находится далеко от ближайшего места ядерного взрыва, а радиоактивные осадки еще не привели к тому, что мир стал необитаем. Субъект провел остаток этого перемещения 13 дней, живя среди обитателей города и узнавая больше о войне. После чтения книг, обнаруженных в библиотеке, SCP-507 узнал, что точка разделения с нашим миром находится во Второй мировой войне. В этом мире Соединенные Штаты никогда не использовали ядерное оружие против Японии, в результате чего русские армии заняли Тихоокеанский театр военных действий. После еще трех лет кровавого конфликта Соединенные Штаты отступили из Тихого океана в 1948 году, в итоге чего русские победили и оккупировали Японию, как и территория, которые Япония захватила в ходе войны. Япония была в дальнейшем поглощена СССР, Китай получил зависимый статус. После распада СССР Россия, Япония и Китай и некоторые другие восточные страны сформировали организацию для конкуренции с НАТО, известную как Восточный договор и торговая коалиция. Во время ранних нулевых вторжения НАТО на Средний Восток и Южную Азию было осуждено со стороны ВДТК. Высшей точкой противостояния было нападение на оккупированную НАТО Мьянму. После непродолжительного конфликта, случившегося в Мьянме, НАТО начали вторжение в Западную Россию. Вскоре после этого Россия начала ядерную бомбардировку, в результате чего, а также ответных ударов, начался ядерный апокалипсис. Субъект не нашел свидетельств существования фонда или каких-то связанных организаций. Извлеченные предметы. Одна книга, описывающая историю альтернативного мира вплоть до 2017 года. Запросов нет. Возвращение. Субъект был найден без сознания, в нескольких сотнях метров от зоны, лежащей на земле, с различными ожогами на лице и груди. Было установлено, что субъект был под действием сильных снотворных, эффект которых прошел только через 9 часов. 507-й оказался не в состоянии вспомнить, что случилось с ним за 25 часов, пока его не было. Попытки что-то вспомнить приводили к потере сознания и кровотечением из разных мест. Субъекту были даны мне стики класса W, но это не имело эффекта. Полученные предметы. Дорогой синий банный халат из меха, в который субъект был одет. Запросы. Замена утерянному оборудованию. Предоставлено. Возвращение. Субъект был обнаружен запертым на складе холодильники за столовой. Субъект освобожден из холодильника. 507-й переместился в камеру содержания, похожую на свою, но со скелетом. В костюме аналогичным его собственному и ремнем безопасности, лежавшим на полу. После этого неподалеку субъект нашел заряженный пистолет и использовал его, чтобы разбить окном в комнату наблюдателя, обычно следящего за камерой содержания. Это привело к затоплению комнаты водой и субъект потерял сознание. 507-й очнулся в костюме дайвера в темной комнате, почти полностью заполненной водой. В ней также присутствовало несколько ящиков плавающих вокруг. Субъект потратил несколько последующих минут, пытаясь выбраться из комнаты, но обнаружил, что все двери закрыты. После ожидания продолжительностью в несколько часов в полу открылся люк, откуда появились три гуманоидные сущности, напоминающие, цитата, пришельцев из фильмов, смешанных с русалками, но с горящими глазами. Одно из существ предложило субъекту несколько десятков мокрых комков водорослей и кусочков мяса. После этого все трое в унисон запели «Не улыбайся в ответ, улыбки прячут ложь, оставайся тут». Затем покинули помещение через люк. 507-й провел несколько последующих дней в комнате без водолазного костюма. Одно из существ недодолго вернулось через два дня, чтобы забрать ржавое средневековое оружие из одного из ящиков. На этот раз существо ничего не пело, однако мочало себе под нос неизвестный мотив. После того, как существо удалилось, субъект попытался узнать, что находится в других ящиках, и нашел несколько предметов, в том числе пакеты с готовым попкорном, белье, приготовленное для стирки, игрушечные калейдоскопы и различные детали машин. После открытия ящика, который был обозначен как G4567A2, субъект обнаружил труп, сильно напоминающий, но не полностью похожий на улыбающегося человека, которого он встречал в предыдущих перемещениях. Субъект потратил остаток путешествия, избегая этой части комнаты. Полученные предметы. Журнал «Жизнь мальчиков» за ноябрь 1996 года, найден в ящике. В журнале не было обнаружено никаких отличий от аналогичного в основном мире, не считая различия в выборе словесных оборотов в некоторых статьях. Запросы. Теплое одеяло. Предоставлено.